По статистике, 60% россиян имеют дачный или приусадебный участок площадью от 6 до 8 соток. Из них под обрабатываемой поверхностью используются 3 или 4 сотки. Все остальное идет под приусадебные постройки. Раньше, даже на такие небольшие участки земли, российские дачники предпочитали покупать тяжелые и мощные мотоблоки. И это было их типичной ошибкой. Такая техника развивает ухоженные клумбы, вязнет на обработанных участках земли, да и их транспортировка до дачного участка может стать проблематичной. Добрый день! Меня зовут Денис, я менеджер компании Юнисо. И сегодня мы поговорим с вами о новом современном культиваторе, предназначенном для небольших дачных участков – Кайман Мока. Кайман Мока 40С2 – это новинка 2018 года. Это самый компактный культиватор в мире, оснащенный механическим реверсом. Культиватор в стандартной комплектации оснащается стальными коваными фрезами шириной захвата 55 см. Глубина вспашки 28,5 см. Вес культиватора 39 кг. В стандартной комплектации он уже идет с защитными дисками для растений. Наш культиватор оснащен новым современным мотором Кайман Грин Энджин с рабочим объемом 100 кубичек сантиметров. Наш культиватор Мока имеет одну передачу вперед со скоростью вращения на фрезах 115 оборотов в минутах и заднюю передачу со скоростью вращения 54 оборота в минутах. Также на культиваторе устанавливана новая эллиптическая рукоятка, которая применяется на более старших моделях Каймана. Она удобна и имеет регулировку в четырех плоскостях. Культиватор Кайман Мока очень компактен. Это позволяет работать ему в самых труднодоступных участках сада. А теперь давайте посмотрим его в работе. Сейчас мы попробуем культиватор Кайман Мока на обработанном участке земли, потому что основное предназначение данной модели именно такая земля. Как вы видите, после культивации за мной остались следы. Для того, чтобы избежать этого, мы отводим рукоятку в сторону. Закрепляем ее. И теперь мы будем работать культиватором и одной рукой. Только что мы попробовали культиватор Мока на обработанной земле. Это, в общем-то, одно из его основных предназначений. Давайте теперь попробуем культиватор в работе по целине. Наличие на культиваторе реверса или задней передачи делает его максимально маневренным. Несмотря на свой легкий вес, 39 кг, культиватор очень хорошо справляется с целинной землей. Даже несмотря на то, что земля сухая, тверда, не было давно дождей, и туда с трудом втыкается лопата. На этом обзор культиватора Кайман Мока можно считать законченным. И я считаю, что для участка площадью 6-8 соток эта модель культиватора является оптимальной. Данное и многое другое оборудование вы можете приобрести в компании ЮНИСО или у ее дилеров на территории России. ЮНИСО. Надежная техника и полный сервис. Удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова